Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии в среду. Меня зовут, наконец-то, Александр. И сегодня мы с вами рассмотрим самые ключевые события сегодняшнего дня. Их не так много, но они достаточно важные. Вчера мы с вами обсуждали, что Палата представителей приняла новый законопроект по увеличению прямых выплат каждому американцу, увеличение чеков 600 до 2000 долларов. И для того, чтобы американцы получили в три раза больше, необходимо, чтобы данный законопроект одобрили в Сенате. И республиканцы, демократы были за увеличение. Но республиканцы к этому законопроекту добавили обязательное условие о секции 230, которая на текущий момент времени гарантирует безопасность СМИ, если они будут редактировать, удалять медиа-контент, который появляется в сети. Поэтому демократы были категорически против и сразу заблокировали данный законопроект. Поэтому американцы получат только 600 долларов в этом году. Стив Нучин, текущий министр финансов Соединенных Штатов, заявил, что американцы начнут получать чеки уже сегодня. То есть мы с вами можем увидеть реакцию рынка вот как раз-таки сейчас. И в принципе она уже происходит. Если посмотреть на фондовый рынок, то в прошлом мы с вами прекрасно знаем, что такие акции как Apple, как Tesla обновляли свои максимумы, когда принимали новый пакет стимулирующий мир. В принципе это происходит и сейчас. Вчера на торговой сессии, на завершение акций компании Apple достигли отметки 138 долларов. А акции компании Tesla еще не обновили свой предыдущий максимум, но они к нему постепенно подходят. Уверен то, что это произойдет, но в самое ближайшее время. Также стоит отметить, что сегодня в 18.30 выходит статистика по запасам нефти. Нефть марки Brent сейчас торгуется на отметке 51.57. Плюс-минус опять-таки подходит к своему максимуму 51.70. Это верхняя граница, от которой цена так и не может ее пробить. Но учитывая то, что запасы сокращаются, прогнозное значение, что запасы могут сократиться на 2,5 миллиона баррелей, поэтому на этом фоне, конечно, нефть может укрепиться и все-таки пробить этот уровень и выйти еще выше на отметку 52.30 и, возможно, даже 53. Поэтому, в принципе, сегодня по нефти мы можем увидеть волатильность. Хотя буквально сюда только прогнозировали, что, скорее всего, в этом году и не будет. Но смотрите, как нефть себя ведет. Она не стала корректироваться вниз. И, судя по всему, вот сегодняшняя статистика по запасам может дать и нефти хороший импульс на 1-1,5 доллара. Думаю, есть вероятность хорошо подпрыгнуть. Так, вот это как раз ситуация, которую мы с вами осуждали с акциями компании Tesla. Она, смотрите, цена так находится, но отбилась от скользящей средней. Плюс ко всему, очень близко торгуется от максимума. Очевидно, что здесь продолжает идти восходящий канал. Поэтому, после того, как американцы получат свои чеки, весьма вероятно, что акции компании Tesla могут вырасти еще выше до отметки 680 и далее. Вот как раз таки график компании Tesla. Давайте посмотрим четырехчасовый график. Вот вчерашнее максимальное значение было 138. То есть акции очень стремительно растут. И весьма вероятно, что такой рост, такая тенденция сохранится. Потому что, ну, очевидно, восходящий канал продолжается. Она находится на уровне поддержки. И давайте еще рассмотрим евро-доллар. По евро-доллару мы вчера с вами все-таки увидели такое восходящее движение. Но самый основной импульс произошел сегодня. То есть поэтому цена сейчас достигала уже значения 1.23-1.22.95. Но уровень не был пробит. Цена в коррекции. Восходящий тренд продолжается. Ну, ждем на отметке 1.23-1.23 и выше. Ну, в принципе, ключевые события мы с вами сегодня рассмотрели. Я хочу всем пожелать успешной торговли. И всего наилучшего. Увидимся уже в новом году. Всех с наступающим. Субтитры сделал DimaTorzok